Друзья мои, нужно ли воплощать секс-фантазии в жизни или что-то оставить за кадром? Фантазиями нужно жить. Их не надо подавлять, их стесняться, испытывать чувство вины, трансформировать в более социально приемлемые образы или отчитываться перед партнером. Фантазии – это важный компонент полового влечения, который помогает коре нашего мозга хотеть, желать, иметь позитивный настрой на секс. Вот согласитесь, если просто вас ласкают, а вы в своих мыслях и не при делах, то ласка не скоро вас доведет до высекания электрического тока. А если вы перед этим думали о сексе, фантазировали о разных образах и отчаянно желали, и тут ласковая любящая рука партнера или партнерши прикоснулась к заранее наэлектризованным жилкам. Итак, фантазии. Первое – повышают половое влечение за счет подключения к процессу возбуждения коры головного мозга. Второе – фантазировать можно про все хочешь и как хочешь, даже про заморского актера, даже во время секса с актуальным партнером. Фантазировать можно даже про своего партнера, но как будто он совершает что-то другое, например, более откровенное, чем в реальности. Или вы это совершаете с ним. Можно открывать часть фантазии партнеру. Зачем? Это тоже сильно повышает партнерское влечение, потому что теперь вы понимаете, что партнер знает вашу тайную думку и как бы причастен к ней. А ваш партнер в это время понимает, о чем вы грезите и фантазируете. О том, как фантазируете вы и тоже возбуждается. А если повезет, то эту частичную фантазию можно и исполнить. Следующее – почему не стоит открывать 100% фантазий? Ну не только потому, что мужу-псу не показывай жопу всю, а еще и потому, что это выводит фантазии из мира мыслей в реальность и лишает вас козырей для мысленного возбуждения. Не с кем обсудить значение ваших фантазий? Приходите на прием, я все пойму.